и и константин поляков с замечательными клавишами фирмы ямаха у нас первый звоночек есть здравствуйте спасибо так хорошо хорошо я я сама всю жизнь люблю петь я больше у меня уже возраст у меня молодой а у меня сын тоже импровизирует джаз любит играть все у меня играет я тоже импровизирую пою в общем я английского к сожалению школе я изучала немецкий поэтому английский просто на спуск мне так нравится вот меня просто обожаю не умею я по навеску петь я просто русские песни в русских под делаю под джаз понимаете так вот твои и мне так нравится этот джаз сейчас я вас слушаю просто безумно а вот где бы можно может возможно ли чтобы меня послушали и может где-то поспать может перед более такой аудитория не не молодой может ну дему спасибо за звонок где можно по чтобы вот звонившая женщина петербурженка пришла и чтобы я прослушали есть что-то сказали во берем я так поняла что она поет по-русски а не по-английски ну дальше да а потом я вам поговорю а потом я вам с вами поговорю именно я и хотел поговорить о языке и вообще корнях джазовых ответь женщине куда пойти надо просто встретиться поговорить попить кофе для начала посмотреть друг на друга но считания скажи чтоб тянуть и нашли через наш канал вы можете найти меня через этот или канал вот до вас я могу дать свой мобильный телефон мы можем встретиться поговорить я не знаю приглашу вас в гости объективную оценку да если вы мне споете вот я надеюсь что мне понравится вот костя и теперь спасибо вот этой женщине за звонок вот она молодец она сказала что вот я пою только на русском а я хочу сказать вот я вот смотрите обратил внимание что вообще все таки законодательными музыки музыки вот будем называть это эстрадно эстрадной музыка классика это это ладно итальянцам отдадим до афроамериканская церковь вот это вот до их нет активно не знаю как она там называется визами soul ритм от блюз это все из их них из церквей да они все это протащили на большую сцену а вот наш госпел русский наш русский госпел по фамилии утесов госпел утесов леонид утесов он на на тоже там типа и кто-то ему привозил какие-то морячки привозили в одессу винил и кида и он слушал наверное думаю ох мечтал думаю тут создать бы русский джаз вот я хочу сказать что русский джаз можно ли вы применять такое понятие русский джаз нет ну не знаю у нас наверное совпадают точки зрения станина мне кажется что как раз да что джаз можно рассматривать вообще сейчас как универсальный какой-то язык общемировой музыкально да он распространился грубо говоря этот язык конечно он родился в церквях в афроамериканской среде но потом он захватил практически весь мир уже получается белые люди вскоре потянулись за европа потянулась джаз за россии ну что значит русский джаз кости русский джаз это не то что русский джаз я имею ввиду что джаз это как универсальный язык но если женщина импровизирует при этом поет на русском это здорово не русские что взяли русские взяли музыка она она взяла русскую какую-то тему и 7 еще у них позаимствовала синкопы у них позаимствовала какой-то стилистику да и как бы и уже это типа джаз грубо говоря в мире от нас не ждут что мы заиграем джаз такой же как американцы но они уже это играют и делают это очень неплохо мы должны в общем-то принципе что-то вниз внести на уровне хотя быть на уровне и внести что-то свое главное внести в свое тогда мне кажется его ценность возрастет просто в разы потому что иначе мы просто подражатели так все искусства развивались начали по допустим немцы подражали итальянцам а потом они поняли что они могут что-то еще кроме подражать и родилась учитывая немецкого на немецком языке за 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 есть за 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 такая девушка за 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 запорожский автозавод вот девушка такая на французском и и смотришь и я уже на французском слушаю и не меня не ломает слушаю не только ее но вообще на французском а на немецком я еще пока не слышал наверное не знаю неудобно как и на русском хотя на русском писать исаак осифович дунаевский помните такого вот он наверное да всякие вот эти свои произведения он наверное вот он нас инкопировал но мне кажется это ничего страшного нет неплохо все получалось поэтому леонид осипович вайсберг он же утесов да вот он создал и такие он как бы свои зарисовывать и вот эти корова сгорела сара вместе с сараем в основном прекрасная маркиза все хорошо песенка извозчика вот вот наверное это был не русский а советский одесский джаз одесский джаз которого вышла лариса долина да но все-таки долина долина как я считаю до сих пор еще не обижаю вас страховой и считаю что то тиви каганиса подруга долины кстати но она в америке а у нас лариса долина вот она так крепко она держится позиции что вот джазовая певица все говорят не про вот вас с эльвира и леонора эльвира с эльвиры а сначала начинают перечислять долину и уже потом трафова и потом кубельникова понимаешь это есть как бы лариса долина считается джаз если бы не в попсона она зачинщицы она да как бы вот одесский джаз и про что это я хочу да хотел бы сказать что на почему вот сейчас почему сейчас или можно сейчас опять только с помощью синкопа петь новые русские тексты вот например часто про двух китайцев ботах 2 китайцев ботах плывут по реке янзы вот если это перевести на русский язык и по и запеть также можно запеть как английский или или не так уже не получится ну можно ли взять английскую музыку до музыку стандарта и написать на русские слова но ничего это не будет то на такое оскорбление а не знаю никто помню до этого до такой мысли нет я слышал да например дым керна и я не помню слова но я пою меня честно говоря это немножко сломать да 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 не знаю мне не нравится а вот что нравится вот вам сейчас вот третье произведение нам что тебя на сейчас и минуту понравилось третье произведение но очень сложная нам понравилось свои сложности она понравилась решили дерзнуть да эта песня который называется разгульная жизнь по-английски наш life и написала 16-летний билли стрейхорн будучи 16 лет до молоденький композитор и принес его для исполнения над кин колу вот эту песню потрясающе спела натали кол в общем все колы а также сейчас же их много там братья всякие головы я сейчас еще тоже нашел где-то в закачке халявской еще одно но он писал дэвид холл кол он пишет что я не даже не ненаткин даже еще еще не один гол понимаешь просто одинаковая фамилия да я думал что у них там династия как цыганская как ромэн так и ком и так слушаем сложное произведение пропал звук у нас ушел ушел клавиши ушли у нас но пришли пришли антон иванов сегодня у нас за пультом звукорежиссера спас нас а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok